Головной мозг – это регулятор дыхания, кровообращения, питания, двигательной активности, словом всех систем и органов человеческого организма. Поэтому от его состояния напрямую зависит наше здоровье и продолжительность жизни. Головной мозг – это большой потребитель энергии. Поэтому важно осуществлять правильное питание. Есть определенные даже продукты, которые требуются и полезно потреблять для стимуляции, для активизации мозговой деятельности. Для здоровья мозга особенно полезны рыбы жирных сортов – лосось, сель, семга и орехи. Они богаты омега-3 ненасыщенными жирными кислотами. Врачи рекомендуют также пить зеленый чай и кофе. В питании полезно потреблять чернику, которая защищает головной мозг от нагрузок и предотвращает такое развитие, как болезнь Альцгеймера и дегенерацию. Несмотря на то, что все доктора рекомендуют ограничивать потребление сладостей, врачи-неврологи советуют периодически баловать свой мозг шоколадом, лучше горьким. Какао стимулирует деятельность головного мозга. Также важно не только регулярно тренировать мозг, но и давать ему полноценно отдыхать, в том числе от компьютеров, телевизоров и мобильных телефонов. Классическое чтение, которое развивает у нас несколько моментов. Прежде всего зрительную память, мы читаем, запоминаем слуховую память и тактильную память. И также активируем деятельность головного мозга. Не менее важен полноценный сон. Взрослому человеку необходимо спать не менее 8 часов, детям 10-12. Ну и, конечно, медики рекомендуют отказаться от вредных привычек и регулярно давать организму физическую нагрузку. Несоблюдение этих правил может негативно сказаться на здоровье мозга взрослых и детей. Мама 4-летней Наташи Исаевой Татьяна старается соблюдать все рекомендации врачей и приучить дочку к фруктам, которые та ест не очень охотно. Я считаю, что все-таки нужно рекомендации соблюдать во благо ребенка. И питание, и фрукты есть, и режим. Телевизоры поменьше, побольше игр развивающих каких-нибудь. Кстати, в Видновской детской поликлинике функционирует центр здоровья, где ребятам не только рассказывают о правильном образе жизни, но и проводят комплексную диагностику. Исследование функций легких, исследование крови, это глюкоза, сахар крови, исследование внешнего дыхания, это зашлакованность легких. Есть комплекс предустановленных компьютерных программ, которые могут проверить и нервно-психическое состояние ребенка. 22 июля во многих странах будут отмечать Всемирный день мозга. Отметьте праздник и вы. Начните вести здоровый образ жизни, высыпаться и правильно питаться.